Всем привет, мои хорошие! Начинаю новый влог. Начинаем мы его на природе. Мы приехали на пруд в Тульской области. Варфоломеево называется. Мне купаться, правда, пока нельзя, но в водичку я захожу. Очень тепленькая уже водичка. У нас сегодня днем в тени 28. Папа наш ловит рыбку. Мы сейчас будем жарить шашлычок. Малышка там в коляске отдыхает в тенечке. Классно? Классно? Я сейчас зайду тоже. Ой, водичка классная вообще. Так жалко, что плавать мне нельзя. Ну ладно, я надеюсь, этим летом я поплаваю. Народ, кстати, подъехал тут много. На матрасе вон плывут. Дачки такие красивые. Большой пруд красивый. Сейчас расскажешь, слышно, болеет. Там мы сидим. Ой, красота какая! Супер! Ну вообще, первый раз в этом году купаемся. Ксюш, воду не глотай только. Слышишь? Ксюша, ротик закрывай, воду не глотай. Первый раз, да, выбрали. Сегодня какое у нас? Сегодня у нас суббота. Какое у нас сегодня число? 19-е, наверное. Я даже забыла, если честно. В общем, суббота. Наглоталась? Нет, я не глоталась. Ротик закрывай. Почему? Да, нос попало. Вода грязная, не надо глотать. Хоть и тепленькая, хорошая, но грязная. В общем, красота. Необыкновенная. Давайте поближе сюда вылезайте, да, то там глубоко. Вот так вот. Заковорот. Поплыли. Поснимаемся. Ваши главки? Да. Молодец. Я знаю. День второй. Гуляем во дворе. Я с колясочкой. Были сегодня в Детском мире. На хорошие акции попал вам. Сейчас покажу вам, что купила. Много развлекала вас. Хотела вас спросить, во что ваши дети играют летом? На улице именно. Думала, что купить. Бадминтон. Она не захотела. В итоге купили такую вертушку. Сейчас покажем. Мыльные пузыри. Еще мелочи кое-что купила. Сейчас все покажу. Ну, запусти большой пузырик-то. Самые классные пузыри. Но у них очень быстро ломается вот эта вот палочка. Прям очень быстро. Что фиксишь, что в Детском мире брать без разницы. Дань, ну давай, пускай. Вот такую вертушку, да. Она почему-то высоко не летает. Но она светится. Сейчас стемнеет. Вообще, наверное, будет классно. Вот большой. Давай. Только сверху можно. Лучше кидается. Во. Сейчас прикольно полетела. Она светится. Там есть кнопочка, да, у нас. Чего там? Пальчик поранился, бедненький. Да, вот этой штукой. Вот есть кнопочка, она включается. Вот этот пистолетик. Но ничего, пройдет. Пройдет. Не расстраивайся. Летом все израненные. Ксюша. На ней вообще уже живого места нету. Особенно на ногах. Страва ходим гулять в шортах. И там просто все ноги сильные. Окупались. И там все подошвы в ранах. Классно запускать его на туда. Да, она залезала наверх. Во, ничего себе. Я пропустила момент. Вот оттуда она залезала наверх на площадку и запускала. Пузыри тема. Если палка не сломается, тогда можно наливать другие. Но палка почему-то ломается быстрее, чем кончаются пузыри. Вот такую штуку купила от Тени Лав. Я сейчас сниму, вам покажу. Она классная. Взяла тоже по акции. Стоит 2000 рублей. По акции уже со скидкой. Но есть за что. Потому что она очень мобильная. Сейчас, котенок, сегзатчик. Потому что можно и на коляску, и можно на кроватку. Вот дома осталась такая дуга с палкой на кроватку присоединяется. Еще есть такой зажим отдельно. То есть можно было не на липучку прикрепить, а на зажим. Сейчас сниму, вам покажу. Кстати, у меня коробка лежит от этой штуки. Видите, как она смотрится с дугой и на кроватке, и везде. Я ее выкидывать шла. Сейчас покажу. Вот. Вот такая вот классная. Я еще такая вышла на улицу. Думаю, блин, какие молодцы все-таки Тени Лав. Как продумано. Не жалко за такую хорошую вещь отдавать деньги. Почему? Потому что вчера только читала статью. Малыш начинает первое видео. Черные, белые полосы, геометрические фигуры. Вот как раз вот эти вот зверюшки, они сделаны вообще по хэншу и просто. Так, вот сама эта штукенция. Вот как она выглядит. Вот. Кто это, господи? Белочка, лисичка, оленик. Так, это кто? Ежичек вот такой красивый. Она была, кстати, еще цветная. То же самое, только фигурки цветные. Сам Мобиль цветной. Я не стала, естественно, брать. Потому что вот именно такое в тему малышу. Вот полоски черные и белые. Вот черные и белые. Ну, это темно-синий, ну, не ладно. Точки и треугольники. Это то, что малыш видит впервые. А там цветное вообще. Там не продумано. Здесь очень продумано. У нас здесь липучка, которая очень хорошо крепится. От трех пальчиковых батареек типа 3А. Мне прям очень понравилось. Там были Мобили просто из-за 1600. В гремушке висят, но дребедень, честно, девчонки. Так, включаем. Я уже нажала, включила. Вот можно без музыки, да, крутиться просто. А можно с музыкой. Музыка выключается через полчаса сама автоматически. Или можете выключить. Начинается всегда с одной и той же мелодии. Она достаточно тихая, очень классная. Вот динамика. И тихонечко вот это все дело крутится. Там этикетку я отрезала. Хваталась длинная. Сейчас подержу ее. Вот и так медленно крутится. Очень спокойная музыка. Мы уже дома ей включали. Она прям рубанулась. Вообще. Так что я прям рекомендую, девчонки. Очень классная покупка. Не зря потраченные деньги. Такая вот штукенция. Весело. Давай, стой, 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 стой. На улице уже темнеет. Сколько? Десять. Десять часов почти. Мы еще гуляем. Давай, как сейчас. Луна сегодня красивая. Еще не полная. Чуть больше половины, но красивый он, как фонарик. Что ты все гоготишь, хохотун? Куда вы поехали? Я без хлеба зато ехала. Далеко? А я хотя бы. Я без тебя уехала. А я здесь была. А как раз без спины. Полетели. Это наш садик. Любимый. Так не хочется туда попасть опять. Вместо школы. Ой, раньше, помню, маленькая была, замучивала с этими закручиваниями. Мам, закрути меня. Да? Ага. Сейчас сама уже. Погода шикарная, даже вечером. Так тепло, так здорово вообще. Просто кайф. Даже домой не хочется идти. У меня уже мысль была. Гамак между деревьев натянуть во дворе. И заночевать. Ну, красота. Так хочется, чтобы лето не кончалось. Или уехать жить куда-нибудь на юг. Хотя сейчас на юге тоже не весело. Девчонки с Крыма. Напишите, как у вас там дела обстоят. Я новости, если честно, не смотрю. Вообще некогда. Но вот во дворе девчонки рассказывали, что что-то там страшное. Ялта, Керчь. Прям бедствие какое-то. Смывает, дожди заливает. Конечно, сочувствую вам. Я знаю, что у меня и оттуда есть девочки, которые меня смотрят. Печально. А так лето, конечно, это красота. У нас сегодня 29, завтра уже 30, а со вторника 33. Не знаю, как мы все это дело перенесем. Но вечером, конечно, вообще красота. У нас там сидит в ТикТоке, залит. Смотрит прикольные видео, выбирает. Потом показывает мне. Ай, комары только съедают. Просто съедают вообще. Хотя у нас, ну в нашем районе, в городе был дождь, в нашем районе дождя не было уже очень давно. Ни капли. Но комаров вообще тьма просто. Хотя такая жара, они уже должны немножко успокоиться. Хохотун. Пойдемте дальше, на следующую площадку. Пойдемте. Пойдемте на следующую площадку. Пошли. Пошли. Восемь утра, девчонки, куда я еду. Я еду в МФЦ. Мелочь проснулась в 6 поесть. И что-то пока мы с ней погукали, пока музыку послушали. И она уснула только в начале 8-го. У меня уже спать не охота. Пошла попила кофе. Дом поеду в МФЦ. Сегодня надо забирать документы. Полис, прописку делали. Снился, точнее. И свидетельство о рождении надо забрать, потому что нужен оригинал, чтобы сделать страховой полис. Без страховой полис я не могу списаться на госуслугах к врачам. А уже вместе надо всех проходить. Ой, меня так это бесит. Я, честно, ненавижу поликлиники. Но придется что делать. Вот. Но так как у нас ввели жесткие ограничения в городе, в связи с вами знаете с чем. У нас в МФЦ только по записи. А мне сказали просто приезжать 21-го числа и забирать. Вот я сейчас не знаю, попаду я не попаду. Я сейчас записалась на завтра. На сегодня записи не было. Записалась на завтра на 11 с чем-то. Если не пустят, конечно, сейчас, то значит не пустят. Поеду завтра. Обидно будет. Вот. Потом поеду в магазин. Нужно купить на крошку. Половину мы вчера купили. Нужно еще укропчик докупить, зелени, редисочки, если будет. Вот. И яичков, наверное. Буду делать сегодня крошку. Сейчас уже 25 градусов, 8 утра. Поэтому я решила, думаю, не буду ложиться больше спать. Поеду лучше сейчас съезжу. Пока еще прохладно. Днем сегодня 30, обещали. А завтра и на всю неделю 34. Не знаю, что мы будем делать. Наверное, гулять только вечером. Или буду вот так рано утром с ней ходить и вечером. Не знаю, посмотрю. Но сегодня днем точно не пойдем гулять. Все спят. Дети спят. Муж спит. Сказала ему, что уехала. И, в общем, сейчас с вами поедем. Потом расскажу. Отдали мне документы, пустили меня или не пустили. Люблю лето за вот такое замечательное утро. Тихий город, только просыпается. Солнце уже жарко. Такой кайф. Я не знаю, для меня вот лето – это прям жизнь. Я от каждого дня кайфую. Такая красота. Сегодня прям мало машин. Я много народа в отпусках. На работу должны все ехать. Но что-то не едут. Относительно пусто в городе. У меня МФЦ достаточно близко. Но я все равно хоть прокачусь. Такую классную погоду и по пустому городу. Все круто. Аллилуйя, девчонки. Вот где такой ух, смешной в этой маске. Документы отдали. Все, прописку сделали, снизил сделали. Оказывается, теперь нету снилсов. В нашем привычном понимании, не только в электронном. Мне распечатлива, я не могу над этим ухом. Бумажку с номером «Снился» и то, что он есть у ребенка. А сами «Снился» теперь не дают. Имейте в виду, кто собирается рожать, знаете, «Снился» не дают. Они в электронном виде где-то теперь есть. Не знаю. Сейчас в госуслугах тоже пропишу. Я там ребенка себе уже второго написала. Но оформить выплаты не дали. Только по записи. Я не знаю, правда, какие выплаты. Мне девочки на ресепшене распечатали бумагу. Сказали, можно без папы. Хоть, слава богу, потому что завтра в 34 тащите их сюда. А я на 12 только записалась. Это вообще самый пик жары. Дали с собой согласие на обработку персональных данных, чтобы папа дома заполнил. Я завтра к 12 поеду сюда. Ну и шохер у меня на голове. Называется «Как встала». У меня такой небрежный пучок. Так и поехала. Так что ладно, документы отдали. Все как-то прям так спешат, чего-то боятся. Вообще, нездоровая обстановка, конечно, и в городе, и в стране, если честно. Ну ладно, мы не будем о грустном. Мы будем верить в лучшее. Слава богу, все отдали. Прописку сделали. У меня теперь ребенок не бомж. Ксюша у меня спрашивает. Мама, ну зачем мы едем? Какую прописку? А зачем это надо-то вообще? Я говорю, ну, жену, у нас, говорю, Малышка бомж. Она как бомж? Она что, на помойке живет? Но это для нее привычное понимание. Я говорю, нет, она у нас нигде не прописана, надо ее прописывать. Так что вот, еще девчонки на этой неделе должны мне привезти фотографии с выписки. Я согласилась на фотосессию в роддоме на выписку, да, и она мне прислала фото с компьютера, да, чтобы я сама не смогла распечатать. То есть с телефона сфотографировала компьютер, где наши фотографии. Я выбрала понравившиеся. Они все, конечно, классные, но там, ну, не все, нет, не все. У меня сестра хотя сказала, я бы взяла все фотки, потому что они красиво подписаны, красиво оформлены, красиво на самом деле сделаны. У меня с первой выписки красивые, но здесь вообще классно. Молодец в этом плане. Я выбрала 7 фотографий, и в электронном виде должна она мне их предоставить. Очень классные, хотя эта фотосессия, она, наверное, за 3 минуты прошла, девчонки, потому что было 30 выписок в этот день. Просто выкидывали папам детей и бежали дальше сестры детские за следующей мамочкой выписывать, чтобы все побыстрее. Все же хотят домой, ясное дело. Вот, и как придут мне эти фотографии, в электронном виде в том числе, я досниму вам видео про роды. Про выписку, про то, как назвали малышку и так далее, потому что вопросами прям завалили. Знаете, поначалу не хочется делиться такими моментами, это какое-то вот сокровенное, не знаю, для меня. Я много лет не снимала дочь в соцсети, старшую, да, тут не знаю, вот уже в этом видео вам сняла ее в колясочке, правда, там ее не видно, но тем не менее. Вот, и я вам досниму, потому что я уже начала снимать это видео в роддоме, наверное, за день или за два до Кесарева. Начала его снимать, и вот я вам его досниму, свои впечатления, переживания, восстановление свое и так далее. Как все прошло, все обязательно расскажу. Вот, ну все, поехала я в магазин. Какие магазины с восьми работают? Пятерочка, наверное, вон там круглосуточная. Зелень не куплю, и буду окрошечку делать. Ну все, моя хорошая, до связи. Сходила в пятерочку, сто лет тут не была, раньше постоянно только в пятерочку ездила, особенно после суток. Удобно она круглосуточная. Тут полоска на носу какая-то. От маски, нифига себе, вот только в маске проходила в магазине, да, уже полоска. Такая она у меня тугая. Кстати, сейчас мы в основном магнит ходим. Вчера вот чайник взяли по акции, там, за эти наклейки. Да, чайник классно, пока работают. Игрушки там, вот эти кружки, 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 берем дочери. Поэтому основном магнит. Global Village набор для окрошки, смотрите какой. Тут уже редисочка, лучок и укроп. Но укропа мало, я взяла еще отдельную упаковку укропа. Знаете, сколько стоит? Так, набор для окрошки 84 рубля. Взяла сейчас себе попить алоэ, люблю вот такую штуку. Так, и взяла 4 тканевые маски нам с котенком. Мы давно с ней не делали тканевой маски, потому что сейчас вечером делать обычные маски, иногда нет времени и сил. Да, я пропускаю маски, я делаю их теперь нежненно. Смотрите, какая скинлайт. Вот такая вот маска лифтинг себе. Потом маска с травами, восстанавливающая цвет лица. Скинлайт и две какие-то не скинлайт. 69 рублей сейчас тканевые маски в пятерочке, очень большой выбор. Папайя, мне кажется, вкусно. Ой, какая папайя? Да, папайя, такие две штучки нам с котеночками. Так, что взяла еще хорошего девчонки колги? Тройное действие по акции 64 или 69 рублей. Большая. Мне нравится в последнее время колги пользуется. А бельвич, конечно, не берут, потому что может вызвать чувствительность. Но я не пробую, может, и не вызвать, только фаберликовские у меня вызывают чувствительность повышенной. Мой забор. Поэтому, смотрите, я вам уже показывала такие вещи люблю брать. Увелка. На тот случай это у нас паста портабелла в грибном соусе. Да, шампиньоны я не купила к пасте. Там шампиньоны еще надо купить. Ладно, где-нибудь куплю с коляской гулять. Пойдем сегодня. Вот. Яйца купила еще. Все, больше ничего интересного, девчонки. Я люблю вот такие вот вещи от Увелки брать. Много есть и паста разная с различными вкусами. Гречка, рис. Потому что иногда лень, а иногда нет времени готовить. И вот это вот взял, это быстро, вкусно. И состав там нормальный вообще. Вот. А сейчас вообще жара готовить лень. Ну, сейчас я окрошки с губеню. И буду, наверное, ее есть целыми днями. Все, мой хороший, поехала домой. Время полдесятого. Они еще спят все. Я уже поставила вариться картошку, яйца на окрошку. Сейчас пойду в ванну, поделу масочки, скрабики. Вот прелесть ранних утренних пробуждений.